Различные шоу я смотрю очень редко. Даже не смотрю, если я в них участвую. Надо объяснить, почему. Ну, во-первых, мне это не очень интересно. Я не могу смотреть, когда каждый выступающий в дыму. Ну, мне неинтересно. И потом, у меня есть недостаток. Я слышу то, что поет попса. Мне это больно слушать. А третье, почему мне это не нравится, потому что один и тот же состав артистов участвует во всех концертах. По всем телеканалам. Их перевозят, как набор суши. Из одного ресторана в другой. Вот малый набор, вот большой набор. Они, они, тут, тут они на коньках. Тут они на санках. Тут они у костра с отмороженными ногами. Тут они на байдарках с мокрой задницей. Тут, тут, тут они все поют. Тут они все танцуют. Тут они анекдоты рассказывают. Тут они червячков едят на, вы сами знаете, где, где-то на необитаемом острове. Слушайте, ну, это невозможно смотреть. Кругом одни, то они все одним составом друг у друга на юбилеях. Это одни и те же слова говорят. Вот как им не стыдно говорить одни и те же слова. Здоровья, счастья, долгих лет. Ничего не сбывается. Ни у кого. Никогда. Я поэтому свой юбилей не праздновал. Ну, невозможно пригласить опять этот же состав. И опять они мне будут вот эти тосты, как будто поминки по мне празднуют. Знаете, поминки, я говорил между, разница между поминками и юбилеем. На поминках говорят те же слова, что на юбилеи, но скрывая радость. И у меня действительно такое вот ощущение лицемерия всегда, когда я вижу хоть краем глаза, вижу вот эти все шоу. Шутки про Собчак и про Дом-2 очень часто звучат в молодежных передачах. И часто где-то можно встретить в каких-то анекдотах сегодня. И знаете, я так немножко подзависал на этих шутках, потому что так хихихну из вежливости. А в чем смысл, я честно не понимал. И я думаю, надо догонять молодежь. Надо посмотреть эту передачу. Зачем я это сделал? Я посмотрел Дом-2. Зачем я это сделал? Но когда я посмотрел это, я думаю, надо ребятам помочь. Они так мучаются там. Они никак построить отношения друг с другом не могут. И многие, здесь много моего возраста, интеллигентных людей. Поэтому вы сейчас, вам непонятно будет, о чем я говорю. Уже не все смотрели. Это я продвинутый. Я Дом-2 смотрел. Я теперь могу хвастаться этим. И я решил помочь ребятам. Я написал анонсы для телевизионных программок, чтобы привлечь как можно больше внимания к новым передачам Дом-2. Анонсы программ. Те, кто не смотрели, поймете, о чем идет речь. Почему еду не подвозят неделю, а Надя продолжает прибавлять в весе? Расскажет ли Настя Сэму правду? Узнает ли Сэм, что он негр? Андрей говорит, что новенькая девочка Женя немного не та, с кем он хочет построить отношения. Что смущает Андрея? Нелюбовь Жени к року или Жени на косоглазе? Лена напала на Семёна, увидев, что тот обменивается телефонами с другой девушкой. В одном из этих телефонов Лена узнала свой дорогой Нокия. Некрасивая Василиса тоже хочет построить любовь на проекте. Но пока не удается, ведь на Дом-2 не продают водку. Денис подходил уже ко многим девушкам на проекте, но так никого и не выбрал. Найдет ли Денис свою маму? Анна каждый день по пять часов проводит в ванной. Скажет ли кто-нибудь Ани, что в ванну надо налить воду? Милиция провела облаву на Дом-2, как на нелегальный притон. Но приехавшие продюсеры программы доказали, что притон совершенно легальный. Несмотря на это, прокурор пригрозил, что если продюсеры не закроют Дом-2, он сам построит с ними отношения. Новенькая девочка Алиса, пробыв на проекте совсем немного, уже ухитрилась пожить во всех комнатах. Что это? Коммуникабельность или проституция? Что делала Лена в постели Рустама? Лена, говорит, искала Сережку. Сережка отрицает, что был в это время в постели Рустама. Но больше всех порадовал один пенсионер, который прислал письмо почему-то на Первый канал. Но пенсионеры, они не разбираются, какая передача по какому каналу где-то. Им еще по памяти кажется, что у нас один канал. Просто ветки разные у этого канала. И он прислал жалобу, даже не жалобу, письмо. Я не знаю, что это такое, но все равно замечательно. Фраза построена гениально у него. Пенсионер, напоминаю, я уже три года смотрю передачу Дом-2. Вот это сочетание пенсионер, три года и Дом-2 Заканчивается фраза замечательная. Имею ли я право на какие-нибудь льготы? А это в московском зоомагазине. Лежат в аквариуме хомячки. Вот такие, вообще не шевелятся. Вообще никакого движения. Надпись на аквариуме. Хомячки не дохло, они просто спят. Тоже в зоомагазине, на аквариуме в Москве. Рыбки для эстетических целей. Не жрать, мол, вот не вздумай жрать. А это в аквариуме в ресторане, где я видел? В Ялте. Просьба окурки в аквариум не бросать. Рыбки этого не любят. Ну, для наших людей, с нашей энергетикой. Тоже в метро пришлось проехать, потому что была пробка. Зима. Надел козырек, так, чтобы меня не видели. Получил опять удовольствие. Не зря спустился в метро. Реклама в метро. Термобелье сохраняет естественную температуру тела от минус 15 до 30 градусов. А я-то, придурок, думал, что 36,6 естественная температура. Наивняк такой был, да? А на Рижском проспекте есть здание, которое я обхожу стороной. Очень пугает вывеска. Спит анонимно за один час. Вообще, когда иностранцы к нам попадают, они дуреют от этого всего. Еду в Ялту в мини-автобусе, и там англичанин в этом же автобусе. Ну, так смотрит, без различного кошка. И вдруг я смотрел, и у него глаза, как у краба. Такой телескопический эффект, как перископа два таких у подводной лодки. И я так заглядываю за занавесочку, а там стоят вдоль дороги, это летом, стоят женщины пожилые. Они в аренду сдают комнаты, квартиры. И у этих женщин пожилых и старых на груди написано 300 гривен, 400 гривен. Я говорю, ты что смотришь? А он мне говорит, какие пожилые проститутки у вас. Я говорю, зато дешевые. Смотри, 300 гривен. Ну что, соотношение цены и качества вполне допустимо. Забавный город Калининград. Не подмосковный Калининград, а тот западный Калининград. Там очень хороший зоопарк. Он остался с прусских времен. Они очень гордятся своим зоопарком, рекламой везде. Но утром, значит, я въезжаю в Калининград, едет автобус. А теперь рекламы пишутся на автобусах. И вот я смотрю, в автобусе сидят наши люди. Они едут на работу с утра. Злые-злые. Они неподвижно смотрят из окошка. А внизу на автобусе Калининградский зоопарк. Гербы у всех есть, да. На гербе Филиппа Киркорова изображен сам Филипп Киркоров с коронной на голове. И на коронной подпись. Король Филипп Красивый. Вот на гербе Аллы Пугачевой изображена галка, срывающая корону с Филиппа Красивого. У Ксении Собчак Георгий Победоносец поражает змея, сидя верхом на самой Собчак. Я тоже попал под это, разводил его. Я тоже, я не хухры-мухры, а очень даже ого-го. Это, я граф. Эту грамоту мне выдал князь Пржевальский. Не тот, который с Мининым. Хотя, может, и тот. В прошлом форточный вор. Он через форточку себе титул достал. В сертификате написано Михаилу Задорнову. Присваиваю титул графа. А титул графа написано типографским шрифтом. Я заклинул вниз грамот, и там написано «Тираж 10 тысяч экземпляров». Я восхищен фантазией. Когда-то многие мечтали забеременеть от Элвиса Пресли, от Фрэнка Синатра, от Магомаева. Что вы думаете? Реальностью стало. Да, додумались. Появилась фирма, продает яйцеклетки. И, простите, семя избранных для искусственного зачатия в пробирке. Например, семя поп-звезды, рок-звезды в России стоит все ничего. 25 тысяч евро. Все, да. Настоящие цены, говорю. То есть заплатил, у тебя Басков бегает. Вот так вот. Тебе это надо вообще? Вот же у тебя Басков бегал с утра. Шарманку заводил у тебя по всем углам. Собладил Тимоти. Прикалывается с утра. До вечера. Политики дороже. И я не прикалываюсь. Я вам действительно говорю то, что есть на самом деле. Политики 35 тысяч евро стоят. То есть заплатил? Жириновский. Да не дай бог, чтобы он у меня поливал всех гостей кефиром. Это... Но ведь люди идут на это. Причем написано, что отцы и матери подтверждают сами, что это их семя. Если хотите. Представляете? То есть свидание. Говорит. Мое семя. Вот так вот смотрит. Узнаю. Мое семя. Там полная разблюдовка даже по национальностям. Дешевле всего детей от китайцев получить. Это в рублях. Дороже всего от евреев в евро. И программа работает. На Дальнем Востоке провели недавно опрос. Как вы относитесь к китайцам? 30% населения ответила хорошо. Остальные 70% холесё. По рублёвскому шоссе вы наверняка ездили. Это такой Беверли-Хиллс подмосковный. Ой, какие там плакаты висят. Для богатых. Там живут не богатые. Богатые. Меня восхищает реклама на рублёвском шоссе. Щебень и песок в любое время суток. Насколько должна крыша поехать у богатого, чтобы ему понадобился щебень в половине четвёртого утра? Или он девчонок вызвал, не знает, что делать, хочет песочницу им сорганизовать в четыре. Чёрт возьми, да. Ещё одна реклама на рублёвке. Эксклюзивные аквариумы и элитные скаты. Это я вообще не понимаю, что это такое. Ну, им главное ведь, чтобы слова были иностранные. Для богатых это признак крутяка такого. Знаете, где живёшь? В пентхаусе. На чердаке ты живёшь, понимаешь? Мне, знаете, что нравится? Что даже вот здесь есть богатые люди, безусловно, ведь первые ряды же заняты. Но они смеются тоже. Вот что хорошо на юмористическом концерте? Человек честный на юмористическом концерте. Ни чиновники не обещаются, ни фэсбилы, ни богатые фэсбилы чиновники. А сейчас самый крутяк, вот это элитный скат. Ну что вы. Или какое-то экзотическое растение на рублёвке. Меня же часто туда приглашают. Лучше бы не приглашали. Они же не знают, что я про них рассказывать после этого буду. Бульмастив это уже отстой. Вот мяукающий бульмастив это. Ой, у одного вообще зоопарк цел. А у тебя чилийский фуфлон живёт? Чилийский фуфлон. Редчайший чилийский фуфлон. Он говорит, да. Это фуфлон. Я говорю, да. Смотри, похож действительно. Фуфлон. Полный фуфлон. Полный фуфлон. Хорошо кормишь. У одного дыбра есть. Дыбра. Смесь бобра с выдрой, привезённой из тундры с мордой зебры. Вот. Дыбра. Цурепопик гладкошёрстный. Лопоухий холодрык. Плоскостоп членистоносый. Это редчайший, редчайший экземпляр. С островов Дурамоту привезли. Оттуда же привезли под диван и напрудил. Арвендис. Обыкновенный по латыни. Он обыкновенный напрудил. Но зато ещё одних знакомых есть австралийский необыкновенный кокун. Хочу подчеркнуть, что к простым людям, которые не понимают, как это всё нелепо смотрится со стороны, у меня претензий нет. Я не над ними смеюсь. Больше всего меня бесит, что сегодняшние филологи, академики, они все стоят на прозападных позициях. Я был в книжном магазине, и когда я увидел книжку со следующим названием, сейчас зачитаю, я не мог её не купить, потому что книжка называлась «Счастье как фелицитарный синдром». И написана книга филологам нашим, русским филологам. Вот вы думали о том, что такое счастье? Наверняка задумывались. Вы не знаете, сейчас вам прочитаю. Запоминайте, счастье есть многомерно интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную общеаксилогическую оценку в форме удовлетворения. Я одно слово знаю, удовлетворение, честно. Представляете, жених невесте говорит, да? Нас в будущем ждёт, и вот это вот всё закипывает. То есть практически брачная ночь на смарку после этого. Но ещё больше меня бесят сегодняшние политологи. Они считают признаком крутизны выражаться вот так, чтобы вообще никто ничего не понял, чего они говорят. По телевидению выступает политолог, такой с бородкой, на себе не показывает. Значит, прикрывает ему неудачную нижнюю часть лица. Ну, вырожденчество борода на себе, я не себя имею в виду. И его спрашивает девушка, которая брала интервью, зарплаты бюджетникам, как вы думаете, скоро повысится? Нормальный вопрос, да? Знаете, что он отвечает? Понимаете, говорит он, индексация финансовых сегрегенций зависит от латентно-адекватных мажоритарных обструкций. Она на него так смотрит, у неё оползень всего организма, вот такой, мол, вы вообще всерьёз это всё сказали? А он ей продолжает, как вы поняли из вышесказанного, нельзя инсуцировать импевалентные инновации коррелирующего мониторинга. Вообще, как он это произнёс? Вот это девочки, у которой брал интервью, у этой девушки, у этой ведущей были глаза лошади Мюнхгаузена, когда тот на ядре полетел. А мне, мне очень хотелось его спросить, как вас звать? С точки зрения западного анус-лизинга. Понимаю, нехорошее слово, но по отношению к ним нормально, правильное. В ресторане Пушкин сидит компания из Ниццы, папики с моделями. Ну, типичные папики, они у своих моделей на велосипеде между ног проехать могут не заделать. А модель из Ниццы, из грязи в князе, подходит официант, и она ему говорит, она же теперь выучила блюда. Она же все знает, она крутая, она говорит, принесите, я на первое буду мастурбу. А папе говорит, ты понял, неси, что она просит. Я иногда думаю, а как же они жить будут? Вот что, ведь чем образование лучше, тем радостнее человек может прожить свою жизнь. Они не знают, они не умеют радоваться. Их школа не учит этому. Почему? Они природы не знают. Есть такое древнее изречение. Лечат врачи, а вылечивают природы. Только природа дает человеку радость и то, что мы называем обыватель счастьем. Законы природы, если живешь, ты можешь стать счастливым. А по законам юридическим, чтобы тебя не посадили. К сожалению, этому не обучают. Говорят, что самое главное, это законы юридические. В результате, они в лесу без флешки, без GPS-навигатора заблудятся, молодые. Они отличают ягоды по оберткам орбита. Гриб они найдут, но в Гугле или в Яндексе только могут найти. Они не умеют играть в шахматы, не умеют играть в преферанс. В шашки не умеют играть, в настольный теннис не умеют играть. Я в молодом возрасте разминался, чтобы сыграть на деньги. Правой рукой разминался левой. Со мной хотели играть, я правой обыгрывал после этого. Но мы умели играть по домам о духах. Они ничего не умеют. Они приходят в компанию и сразу за мышку садятся. И вырывают мышку друг у друга. Их мышцы накачаны мышками. Мы шкаблуцы. Они общаются друг с другом по скайпу. Я вообще не знаю, какой потенцией надо обладать, чтобы нравилась женщина через веб-камеру. У меня жена вроде ничего. Но когда я ее увидел через веб-камеру, я даже не знал, что она так выглядеть может. Я и говорю, что... Я хохотать начал. Она говорит, что? Я говорю, да ты не представляешь, как ты сейчас выглядишь через веб-камеру. Она говорит, ты на себя бы посмотрел сейчас через веб-камеру. Я хохотаю, когда вижу кого-то через веб-камеру, у меня ощущение, что я вспоминаю мамин чайник на кухне в детстве. И так придешь, и он... Такое отражение в этом чайнике. Бедные молодые люди в лес поедут, ничего не знают. Они не отличают подорожника от папоротника. Они не знают разницу между волчьей ягодой и черникой. Если пойдет у товарища кровь из носа, они наложат жгут на шею. Вот почему они боятся. Вот почему они в компьютере. Только там, в интернете, они знают все. Потому что они жизни боятся. От этого такое количество троллей, вот этих злыдней, озлобышей. Расположишь какой-то материал в каком-то из блогов. Через 15 секунд, а чтобы его прочитать, нужно 15 минут. Через 15 секунд, вы придурок, мне пишут. Они даже не понимают, что если ты кому-то нагадил, тебе вернется вдвойне. И я недавно узнал статистику, наибольшее количество самоубийц среди троллей. То есть среди вот этих гаденышей, которые под никами гадят. То есть анонимки пишут. А напишут, обматерят тебя и смайлик поставят. Это возможно только в интернете под никами. Да, там они смелые, там они чужие фотографии друг другу рассылают. Это я, а там фотография Брэд Питта. Обратно посылает, там Ангелина Джоли приходит, а это я. Фотографии. Они любят друг друга по вымышленным фотографиям. Они там красивые, умные. Вот почему им страшно выходить на улицу. Потому что если они выйдут на улицу и скажут то, что в интернете, они смайлик поставить не успеют. Понимаете? Им в нюх дадут сразу. Потому что там под ником он не спрячется уже никак. Ну, конечно, их жалко в этом смысле. Ну, вот как люди будут жить, когда они ничего не знают? Они не знают, какую еду есть. Они не знают, что надо ложиться. Но что ночью надо спать. Они даже этого не знают. Я им говорю, вы в Чапаево играть не умеете. Рассказал, как в Чапаево играть. Вернулся, они шахматным фигурам играют в Чапаево. Бедолаги. Во государство и Глаупенов растит. Такое зомбачей. Опарафинивает молодежь. Кошмарит. Заходит молодой человек в кабинет ухо-горло-носу. Моя знакомая, врачиха. Она говорит, вы представляете, до пояса голый. Я говорю, подожди, ну вы же ухо-горло-нос. Она говорит, да, в том-то и дело. И что, к терапевту хоть как-то понять можно. До пояса сверху, я имею в виду. И она говорит, ты чего так разделся? Она говорит, там написано, в верхней одежде не входить. У нас сохранились неотформатированные порывы широкоформатной души в России. В автобусе украли у женщины кошелек. Зарплата была небольшая, но потом и кровью заработанная. Она разрыдалась. И какой-то мужчина вдруг, да просто вынул и дал ей 50 рублей. Да чтоб не рыдала. В результате весь автобус скинулся. И даже кондуктор дал денег. Взял из кассы и дал. Говорит, я все равно каждый день беру. Тут хоть на пользу пойдем. У нас может еще остановиться машина около пьяного. Ночью водитель скажет, приятель, садись, я тебя до дома довезу. Ну потому что сам был в таком положении, не знаю. И довезет. И поднимет безжизнное тело на восьмой этаж. И уладит разногласия с женой. И выпьет с ней за удачно разведенную ситуацию. И пьяный под утро сядет за руль. И поедет. И его остановят ГАИ. А он скажет, мужики от бабы едут. Они скажут, святое, приезжай. Я бы сказал, у нас даже в милиции сохранились особо совестливые люди. Два милиционера. Мне рассказывали, остановили на улице ночью пьяного. Потрогали его, чтоб не сопротивлялся. Отобрали восемьсот рублей. Сотовый телефон. Он грустно от них побрел. А они его вдруг окликнули. Спросили, далеко живешь? Оказалось далеко. Поймали машину. И приказали водителю довезти ограбленного до дома. И сказали, извини, приятель. Так вышло. Жизнь такая. И он их понял, потому что у самого такая жизнь. Знаете, что только в русском языке слово «богатый» произошло от слова «бог». Ни в одном языке больше нет этой тайны. В ком бога много, тот богатый. Извините, первые ряды. А у кого много денег, тот коллекционер. А у кого в ком бога нет, того ждет беда. Тот бедный. Тайны сохранились в русском языке такие, которых лично я в других языках не встречал. Например, слово «богатырь» произошло из двух слов старых славянских «бог» и «тырить». Только «тырить» означало «копить». То есть богатырь – это человек, накопивший Бога. Мы уникально способный народ, который сам не знает своих способностей, Но только у нас может мужик догнать автобус. Если не на этой остановке, то на следующей точно. У нас осталась тяга к знаниям. У нас еще дарят на дни рождения. И на Новый год что? Книги. Книга – лучший подарок. Это есть только на русском языке. Вы знаете, что в Москве книжный магазин работает до часу ночи? Такого нет в мире, чтобы пьяные мужики между рестораном и казино Думали, что бы сейчас почитать. А мне говорила американская учительница в школе в Нью-Йорке, Что если хоть один русский ребенок есть среди американских детей в школе, Все американские дети должны. И она рассказала мне историю, которая вызвала во мне гордость за наших детей. Она рассказала, как она задала задачку детям в классе, Сколько можно собрать трехколесных велосипедов, Если на складе 123 маленьких колеса, 64 больших, Все что-то ответили, посчитали. Единственное наше ответило – ни одного. Учительница начала кричать. Почему? Что это за ответ? А дальше я прошу, чтобы вас тоже охватила гордость за наших детей. Наша ей ответила – Одних колес недостаточно, чтобы собрать велосипедов. Вот это моя любимая сценка. К ларьку подошла сильно больно пьяная баба. И попросила жвачку, чтобы заглушить запах перегара. Ее продавец спрашивает, что пила? Говорит, портвишок, водочку, шампусик, пивасик. В общем, там все, кроме одеколона было. Он ей дал орбит, она спрашивает, А эта жвачка не наносит вред желудку? Письмо. По дороге в Ялту, в Крыму остановились пообедать в ресторане. Заказали три шашлыка. Молодая официантка спрашивает, может, еще что? Я говорю, да, девушка и хлеба, каждому по три куска. Через 10 минут она приносила нам на подносе, полбуханки натерт он на терке хлеба. На мой вопрос, что это? Ответила, вы же сами сказали хлеба по три. Спокойно, спокойно. В Смоленске рассказал мужик, за кулисы пришел. В пять утра он мне рассказывает, звонок по домофону. Звонят и звонят. Не хотел открывать, потом не хотел отвечать, потом понимаешь, что не прекратят звонить. Подошел, спрашивает, кто там? Ответ, дворник. Дворник, что тебе надо в пять утра? Ответ говорит о том, что он славянский дворник. Только славянин может сказать следующее. Я пошел мести улицу, забыл ключи и метлу. Наш человек. Никакой памяти, никакой. Этот ему говорит, дворник, кричит в домофон. У нас 42 квартиры в подъезде. Почему ты позвонил мне? Тот говорит, я уже в 30 звонил. Меня послали. Разгоняемся. Перед Смоленском надо было бы разменять пятитысячную купюру. Подошли к ДПСнику. Он говорит, ребята, извините, только что встал. Разгоняемся. ДПСник рассказал, джип превышает скорость. Я тормознул. Батюшка в рясе за рулем в джипе. Открывает окошко и первым говорит, я даже не успел с ним поздороваться. Говорит, ну что, сын мой, исповедоваться будет. У вас просто второе дыхание открылось. Женщины, еще один вам подарок. Пишет вам блондинозавр. Это я зачитываю письмо мне. Вы шутите про нас, блондинок, а парни бывают еще тупее. Познакомилась тут с одним, пригласила в гости, попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Так этот дятел припер гематогены. На Мальте я бываю часто. Там есть кактус, огромный породистый кактус, только русские расписываются на нем. Вырезалки делают, Катя, Вася, слово из трех букв между иголками написано. Гениальный народ. Шли два немца, он, она. Остановились и смотрят. Этот очки надел, смотрел, готовы? И он говорит жене, как на Рейхстаге. ДПСник рассказывает в Крылацком, выезжает из туннеля джип, вижу по номерам, что это Ростов, за рулем блондинозавр, а фары выключены. В туннеле у Порши автоматически должны включаться фары. Я тормознул, спрашивает, ты почему не включила свет в туннеле? Она говорит, ты козел, мент, ты не видишь, что я из Ростова? Откуда я знаю, где у вас в Москве в туннеле свет включает? Спокойно, спокойно. Это грустные очерки. Я вообще не знаю, зачем путешествуют американцы, взбираясь на Акрополь. Они жалуются, что там нет закусочной. Около Парфенона нет пиццерии. Что это за Парфенон? Американская молодежь всегда в наушниках, перед пирамидами, в горах, на берегах морей, на Эйфелевой башне. Я видел американскую тинейджерку, которая на французской комедии в парижском театре сидела в наушниках, пританцовывая на стуле, разложив попкорн на плечах впереди сидящих. Американцев очень легко узнать любой точки мира по фигурам. Благодаря гамбургерам и антибиотикам, которые не едят одновременно, и фигуры расширены книзу, как будто у всех в штанах памперсы. Философы считают, что американцев никогда не будет революции, потому что у них недостаточно для этого времени между едой. В отличие от французов, которые гордятся собой скрыто, американцы во всех странах гордятся собой открыто, на показ. Сейчас я сделал интересное лингвистическое наблюдение. Вот мы, например, с большой буквы пишем слово «вы», а американцы слово «я». Я с большой буквы. Они гордые, они главные во всем мире. У них даже речь такая, неважно, понимаешь, его или нет, тогда ему не важно. Как будто картошки горячие в рот. Потому что он главный. А если что не так, пожалуются президенту, он прикажет разбомбить любую страну, обидевшую их туристов. Я могу про них всё, что угодно говорить. Меня виза лишили в Америку. Именно после этой фразы. Там было продолжение ещё на телевидении. Они перевели то, что я сказал. А это перевести трудно. Что они главные, а значит, их президент главнюк. Но это телевидение отрежет. Потому что тогда их лишат визы, если они это покажут. Самое страшное в путешествиях и забавное, слушать, какие вопросы американские туристы задают гидам. Например, в той же пустыне я слышал, как американский турист спросил у египетского гида. Фараон Хофу, когда строил пирамиду, считал, сколько ему обошлось в долларах? Я подобными наблюдениями часто делился со сцены. И мне многие не верили. А теперь я получаю письма уже третий год по электронной почте с доказательством, что я прав в своих наблюдениях. Гид мне недавно из Эрмитажа написал письмо. Представляете, веду американцев по Эрмитажу, рассказываем, они все записывают аккуратно, они же профессионалы, они любят все изучать очень тщательно. А в конце экскурсии один американец спрашивает у гида, как назывался музей, по которому мы ходили. Гид мне пишет, я решил приколоться по вашему принципу. И говорю ему, лувр. И он остальным говорит, я же вам говорил. Уже через 15 минут, стоя напротив пирамид, я с грустью ощутил, что ничего не чувствую, кроме раздражения на толпу, точнее на самого себя. Хотелось быть романтиком, а я оставался сатириком. Сатириком.